Ливерпуль может подписать полузащитника Челси Мейсона Маунта. Челси изучает возможность подписания защитника Манчестер Сити Жуау Канцелу. Барселона достигла устного соглашения с защитником Айнтрахта. Сразу трем клубам АПЛ нужен Инкопье. Манчестер Юнайтед потеряет примерно 45 миллионов евро, если примет решение продать центр-бэка Харри Магуайра, утверждает Daily Mail. По информации ESPN, Мадридский Реал подбирает различные варианты замены форварда Карима Бензема. Боссы Лос-Бланкес ищут долгосрочную замену французам и один из первых в их шорт-листе нападающий Ювентуса Душан Влахович. Испанское издание сообщило, что Арсенал намерен продлить контракт с центральным защитником Уильямом Салиба в ближайшие недели. Полузащитник Франки Исье может стать одним из многих игроков, которые этим летом расстанутся с Барселоной, поскольку клуб надеется уменьшить часть заработной ведомости. Итальянские источники пишут, что игрок может присоединиться к Кинтеру. Легенда сборной Англии Уэйн Руни очень хочет вернуться в Премьер-лигу и сейчас взвешивает возможность стать новым главным тренером Саундгемптона. Издание Футмеркату сообщает, что боссы Париса Джермен ожидают ухода сразу двух звезд – Лионеля Месси и Неймара. Полузащитник Марсель Забитцер признался, что чувствует себя очень хорошо в Манчестер Юнайтед и выразил желание завершить полноценный переход после того, как его аренда из Баварии подойдет к концу. Испанское издание Ревелу сообщает, что летом Челси может оформить полноценный трансфер нападающего Жуао Феликса, который хочет покинуть Атлетику Мадрид. Ливерпуль присоединился к гонке за защитником Лейпцига Ёшко Гвардиола, сообщает Футбол Трансферс. Юрген Кло поддержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории Ливерпуля в 414 матче. The Athletic сообщает, что новым рулевым Саундгемптона станет Джесси Марш. Недавно этот специалист был уволен из Длица. Португальский защитник Диогу Далот близок к подписанию нового трудового соглашения с Манчестер Юнайтед. Согласно информации Никола Скира, стороны провели переговоры и договорились о новом контракте. Родриго рассказал, что перед предложением от мадридского клуба у него уже был согласован контракт с Барселоной. Не ожидал, что Реал тоже позовет. В турецких соцсетях активно обсуждается переход звезды московского Динамо в самый титулованный клуб Турции Галатасарай. Ранее Захаряна активнее всего схватали в лондонские Челси. Спал официально объявил об уходе Даниэля Дероси с должности главного тренера команды. 39-летний специалист поработал в клубе всего лишь 4 месяца. Защитник Роберт Ренан после зимнего трансфера в Зенит еще даже не успел приехать в расположение питерцев, а его уже схватывают с разными клубами Европы. Интерес к 19-летнему игроку проявляют не только Реал, но и клубы из Италии. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп еще не определился с будущим полузащитника Джеймса Милнера, у которого в конце сезона заканчивается контракт. 37-летний англичанин выступает за Мерсесайцев с 2015-го. Нападающий Мейсон Гринвуд не играет за Манчестер Юнайтед уже больше года. Недавно обвинения с Гринвуда были сняты, но в состав Красный Дьявола 21-летний игрок пока не вернулся. Полузащитник Атлетик Бильбао Нико Уильямс получил еще один вариант трудоустройства в английской премьер-лиге. Интерес к 20-летнему исполнителю проявляет Нью-Кассел. Центральный нападающий Валенсии Энтисон Кавани угодил в лазарет команды из-за травмы. Об этом рапортует испанские СМИ. 36-летний бомбардир выбыл из строя на месяц из-за мышечных проблем. Футбол Инсайдер сообщает, что Ливерпуль находится в выгодном положении для подписания полузащитника Мейсона Маунта из Челси. Футболист сборной Англии, который находится на радаре Красных, задумывается о смене клуба, поскольку его контракт истекает через 18 месяцев, а договориться с боссами синих не получилось. Ливерпуль намерен воспользоваться тем, что переговоры между сторонами зашли в тупик и попробует летом переманить Маунта на Энфилд. Челси изучает возможность летнего подписания защитника Манчестер-Сити Жоао Канцелу, который в настоящее время находится в Баварии на правах аренды. Сайт Найтин Мин утверждает, что боссы синих не впечатлены игрой Марко Кукурелли, а также не видит будущего на Стэнфорд-Бридж у Бена Чилуэлла, поэтому находится в поисках левого латераля. Хотя Бавария предпочла бы подписать 28-летнего португальца на постоянной основе, она не рассматривает вариант покупки за 70 миллионов евро, чем и собирается воспользоваться Челси. Несмотря на то, что Тодд Боули потратил около 350 миллионов евро только на январские трансферы. Источники, близкие к Football Insider, сообщают, что летом Челси планирует подписать полузащитника Ветсхама Деклана Райса. Считается, что два хавбэка Конор Галлахер и Рубен Лофтус Чик, чьи контракты истекают в 2025 и 2024 годах соответственно, могут быть проданы. Как раз для цели подписания одного из лидеров сборной Англии. Связи Райса с Синеми не является секретом, поскольку он прошел через Академию команды из западного Лондона, а само возвращение в клуб его детства обсуждается уже давно. Тем не менее, Тодду Боули и руководству Челси придется выиграть жесткую конкуренцию за подписание 24-летнего футболиста, в первую очередь со стороны Арсенала. Немецкий журналист Патрик Бергер уверяет, что Барселона достигла устного соглашения с защитником Айнтрахта Эваном Дика по поводу подписания контракта. Договор Француза истекает в конце сезона, и это означает, что он сможет присоединиться к новой команде совершенно бесплатно. Каталонцы заинтересованы в защитнике, так как он является важной частью команды из Франкфурта на протяжении нескольких сезонов. Однако, Бергер пояснил, что несмотря на это устное соглашение, трансфер еще не завершен, так как Блоу Грана утрясает финансовые вопросы и примет решение где-то в марте. Согласно информации, Футбол Инсайдер, Тотмихэм Эвертон и Ньюкасл очень заинтересованы в центральном защитнике Байера Пьеро Инкопье. Футболист привлек внимание во время январского трансферного окна, отчасти из-за его впечатляющего выступления на чемпионате мира в составе сборной Эквадора. Ливер Кузи не собирался отпускать игрока этой зимой, но может передумать, когда наступит лето. Фармацевты оценивают Инкопье в 60 миллионов евро, так как он недавно продлил контракт до июня 2027. Сам защитник хочет выступать за топ-клуб Премьер Лиги, а его окружение уже занято оценкой потенциальных вариантов. Утверждается, что Сороки и Ириски вели переговоры с представителями Инкопье в январе, но более привлекательный проект Шпор может испортить их планы в летнее трансферное окно. В этом сезоне центр-бэк провел за Ливер Кузин 23 матча в Бундеслиге и Лиге Чемпионов, забив один гол. По данным Качи Меркато, Арсенал входит в число клубов Премьер Лиги, которые очень заинтересованы в подписании опорного полузащитника Аякса Эдсона Альвареса. 25-летний игрок является опорой как для клуба, так и для сборной Мексики, сыгравший 61 матч за национальную команду, в том числе два на минувшем чемпионате мира. Манчестер, Юнайтед и Челси пытались подписать Альвареса прошлым летом. Также несколько других клубов АПЛ обращались к Аяксу по поводу его доступности в январское трансферное окно, но голландцы ответили отказом. Однако, судя по всему, будут вынуждены продать очередного своего лидера в конце сезона.